Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Не знаю, замечали ли вы, что чечевица очень мощно усиливает вкус мяса. Если взять, к примеру, одну маленькую баранью голяшку, потушить ее с луком, а потом добавить туда много, реально много чечевицы, то готовое блюдо на вкус будет чуть ли не наполовину состоять из мяса. Короче, я чечевицу очень люблю и сегодня предлагаю вам очень классное сочетание. Паста, чечевица, курица, сельдерей, лук, острый перец, протертые томаты, куриный бульон и вот такая зелень. Это манголь. Салат это для красы и для дополнительного витаминизирования блюда. Ну и понадобится, понятно, еще масло. Курица такая желтая, потому что производитель утверждает, что кормит ее кукурузой и пасется, но у него на вольном выпасе, а не в клетке живет. Так слову сказать, она и на вкус помощнее, но на самом деле в сегодняшнем блюде даже обычная белая курица будет чудо как хороша, а работать на кухне сегодня я буду вот таким ножом. У Самура новая линейка, очень хорошая ножевая сталь для кухонька АУС-10. Обух скруглен, вот абсолютно не набивает палец при долгой шинковке. Ручка суперудобная, годится под любую руку за счет своей хитрой формы. Короче, классная штука. И напоминаю, что по промокоду ФРЕСКО вы можете получить очень приятную скидку не только на Альфу, но и на все остальные ножи Самура. Поехали! Курицу посолить с двух сторон и в хорошо разогретое масло ее. Сначала шкуру вниз, чтобы подрумянить как следует. Тем временем лук и сельдерей надо порубить мелким кубиком. Курицу уже пора переворачивать. Вот это вот обжарка не для того, чтобы курицу до готовности довести. Нет! Нужно получить как можно больше прижаристых бочков. Они потом в соус отдадут свои вот эти вот вкусы жареного мяса и это будет хорошо. Что тут у нас? Все отлично! Пусть полежит пока в сторонке. А в эту сковороду лук и сельдерей. Лук надо подрумянить, чтобы горечь ушла, а луковые сахара начали карамелизовываться. А курицу отложил, чтобы она там не дожарилась, потому что мне не жареная курица нужна, а тушеная. В этом тушеном мясе, в этом соусе, вкус жареного мяса даст как раз вот эта вот пожаристая корочка. Вот теперь лук такой как надо. Можно и томатов уже протертых добавить, и перец прямо с семечками для больше остроты. Сейчас обжариваю томат минуты три. Именно обжариваю. Надо дождаться, когда сначала влага выкипит, а потом томаты уже начнут обжариваться. Ну согласитесь, что жареный продукт по вкусу от вареного и от тушеного отличается. Вот теперь можно чечевицу сюда и бульон куриный. Чтобы он благородный нагар на дне растворил. Этот нагар это карамелизованный сахара. И вот только теперь возвращаю в сковороду курицу. Она в этом соусе будет тушиться под крышкой до полной готовности. В зависимости от породы кур и их возраста, займет этот процесс от получаса до полутора под крышкой на слабом огне. Если у вас курочка спортивная и не молода к тому же, то заглядывайте время от времени под крышку и добавляйте при необходимости воду или бульон. Бульон естественно лучше. Курица готова, надо ее пока отложить. Сюда соль и какую-нибудь короткую пасту. И перемешать. Пока мои пенелегаты из цельнозерновой муки доходят до кондиции, у меня есть время отделить мясо от костей. Паста практически готова. Так что надо возвращать курятину. Еще буквально минуту она прогреется и завершающий штрих. Это у меня мангольд. Я уже говорил, да? Посмотрел в интернете. Пишут, что мангольд под вид свеклы. В общем, как видите, такие плотные листья. Короче, будет классно. Все готово. Помните, да, что основное правило итальянской кухни не паста ждет гостей, а гости пасту. Кстати, на последних минутах отрегулируйте густоту соуса на свой вкус кипятком и бульоном. Я такой голодный. Вот это вот я зачерпнул сразу. М-м-м. Отлично. Отличное. Вот отличное сочетание на мой вкус. Курица. Поджаренный лук сладость придает. Немножко томатов. Острота. Мощная острота чили перца. Бульон куриный. Сама курица. Чечевица. Ну и макарошки. То есть, ну, просто вот все одно к одному. Все, как я люблю. И просто, как видите. Просто. Да, конечно, курицу взять помоложе, быстро приготовиться. Взять не такую молодую, подольше приготовиться. Ну, по сути, все элементарно. Да, и чечевицу я брал, которая относительно быстро разваривается. То есть, ей 20-25 минут вполне достаточно. Есть такие сорта, которые долго варятся. Но я думаю, что курица не повредит, если вместе с курицей чечевица тоже будет не 20-25 минут, а там 40-45 готовится. Может, даже еще и вкуснее будет. Так что, готовьте и наслаждайтесь. Позвольте мне уже закончить. Я очень хочу, если закатом сейчас будут трескать. Спасибо, что смотрите. Спасибо за компанию. Огромное спасибо за ваши комментарии. Мне очень ценно знать ваше мнение. Напоминаю. Промокод Фреско. И вы можете классно сэкономить, купив вот такие вот классные ножи. А я не сказал, что здесь еще заточка на линзу. То есть, при такой заточке ножи очень медленно тупятся. Прям вот просто класс. Спасибо за компанию. Всем пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Палкогил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...